Интересно, какая у вас возникает ассоциация со словом кофе? И многие ответят, утро. Тысячи людей не представляют себе утро без чашечки ароматного напитка. Это ритуал, которым сложно пожертвовать даже с учетом нехватки утреннего времени. Кофеин воздействует на центральную нервную систему как природный будильник. Поэтому после чашки утреннего кофе, мы быстрее просыпаемся и за это свойство особенно ценим ароматный напиток. И неважно, будет ли этот напиток сваренный в турке или пара ложек растворимого кофе. Ведь кофе – это удовольствие, ради которого просыпаться приятнее и легче. Кстати друзья, обязательно подпишитесь на канал и на колокольчик тоже нажмите, чтобы не пропустить новинки. Существует множество мифов, связанных с самым главным пищевым допингом, но как понять, вреден или полезен кофе лично для вас? Сейчас мы попытаемся разобраться, что будет с нашим организмом, если мы откажемся от кофе. И что это нам принесет, вред или пользу. Так что досматривайте ролик до конца, будем разбираться и будет интересно. Итак, если вы откажетесь от кофе, то первое что произойдет, вы легко сможете избавиться от лишнего веса. Кофеин усиливает выработку кортизола и влияет на работу надпочечников. Надпочечники работают совместно с щитовидной железой, которая заботится об обмене вещей. Однако кофе замедляет этот процесс и вы набираете вес. Отказавшись от кофе, ваш организм научится лучше усваивать витамины. С возрастом кости становятся более хрупкими и возрастает опасность переломов. Это связано с потерей организма кальция, замедлением его усвоения. Кофе усиливает все эти негативные процессы. Одна чашечка кофе тормозит усвоение кальция на целых 3 часа. Кофеин также убивает витамин В и снижает содержание в организме железа, калия и цинка. Если вы выпиваете по одной маленькой чашечке кофе в день, то это не принесет серьезного вреда организму, но регулярное употребление напитка лучше исключить. Если вы откажетесь от кофе, то повысится ваш иммунитет. Кофеин – не самый лучший друг нашей иммунной системы, опять же из-за щитовидной железы. Ограниченная производительность щитовидной железы приводит к ослаблению иммунитета, что является причиной многих болезней. Если вы подвержены различным заболеваниям, стоит держаться подальше от кофе, по крайней мере, пока вам не станет лучше. А вы знали, что кофе крадет у человека энергию? Все рекламы про кофе обязательно включают в себя такие формулировки как бодрящий напиток или дающий силы и энергию. А вот и неправда. Ученые из Австралии провели серьезные исследования и выяснили, что бодрящий кофе на самом деле эту энергию и отнимает. Действие кофеина непродолжительно, он производит мгновенный энергетический эффект, но очень быстро испаряется. Вслед за всплеском энергии идет ее упадок, и вы чувствуете себя гораздо более уставшим. Отказавшись от кофе, вы улучшите работу сердца. Известно, что кофе дестабилизирует работу сердечно-сосудистой системы. Пить кофе крайне не рекомендуется тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, повышенное кровяное давление. Также кофе способен увеличивать частоту сердечных сокращений. Поэтому людям, которые склонны к сердечным заболеваниям, нужно быть поосторожнее с кофе. Известно, что если употребить свыше 1 литра кофе в течение суток, можно получить сердечный приступ или попасть в больницу с серьезной интоксикацией. Даже одна небольшая чашечка кофе может вызвать повышение артериального давления, прилив жара или плохое самочувствие. Отказавшись от кофе, вы избавите себя от изжоги. Если вас мучает изжога, стоит хотя бы временно отказаться от кофе. Это связано с тем, что ингредиенты любимого многими людьми напитка снижают тонус мускулатуры, которая предотвращает заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. Если чашка кофе сопровождается сигаретой, то негативный эффект усиливается. Отказавшись от кофе, у вас будет качественный и здоровый сон. Кофе нарушает ваш сон даже если вы этого не замечаете. И сейчас вы узнаете почему. Кофеин – это мощный стимулятор нервной системы, и если она находится в возбужденном состоянии можете забыть о качественном сне. Но чтобы нашему сну ничего не угрожало, нужно контролировать потребление этого любимого всеми напитка и прочих продуктов, содержащих кофеин. Согласно исследованиям, одна большая чашка кофе, выпитая по пути с работы, оказывает такой же негативный эффект, как если бы вы выпили ее перед сном. Да, как вы уже поняли, у кофе есть свои недостатки. И мы сами того не подозревая, можем быстро впасть от него в зависимость. И тут очень важно употреблять его правильно, соблюдая все нормы. И если не злоупотреблять ароматным напитком, то конечно никакой опасности нет. А если вам хочется взбодриться, выпейте чашку ароматного зеленого чая. Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к кофе. Как часто вы его пьете и какими напитками вы его заменяете. Поделитесь своей информацией, многим она будет интересна. А сейчас я вам рекомендую посмотреть еще одно видео, ссылка на которое появится на экране, также ссылка на него есть в описании. Обязательно его посмотрите, там много полезной для вас информации. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Крепкого вам всем здоровья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok